или там еще какой-то работе так как у меня в театре большинство людей не киевляне как вы думаете сколько нужно не киевляне для того чтобы жить в Киеве вопрос это вопрос тут версии какие минималочка 56 гривен 6 это на руки правильно 6 тысяч гривен это такая плотненькая 6 тысяч гривен плюс это уже вариант это уже люди говорят молодежь говорит что может ну так вот трупа театра в среднем это по крайней мере да это 15 умножаем 6 на 15 так плюс еще админ администратор это два человека у нас очень плюс еще техник плюс еще коммунальные услуги плюс еще постановочные постановки нужно нужно вставить вот все это плюс еще форс-мажор как в прошлом году у нас были включения всего 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 и того у нас получается плюс налоги естественно да все про все получается больше 200 гривен на месяц конечно тысяч тысяч в месяц это стоимость продавая билет как вы думаете сколько может быть билет ну там на нашу аудиторию нормальный билет взятый 100 рублей ну до 100 правильно ну 100 это на самом деле ты отсекаешь очень много там студентов да поэтому берем даже если оптимально произошло 100 рублей чтобы еще что-то репетировать ну да то есть не только же играть нужно еще что-то как-нибудь делать умножаем ну играть можно будет больше 20-22 спектаклей в месяц 50 мест 50 умножаем на 100 тысяч умножаем на 20 100 тысяч разрыв по кассе минус 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 это это обошлось свейцарскому посольству боюсь что порядка думаю ну минимум 50 тысяч долларов мы же не понимаете на самом деле что вы содержите гигантскую армию театра вы не представляете на самом деле что вы то чего не может позволить себе франция украина себе позволяет ну что такое национальный театр франка вы понимаете что это такое это 500 человек штатного расписания это завод качество продукции которые это производит мы не обсуждаем кто определяется экспертом вопрос да если мы называем национальные национальный театр эперетты что вообще само слово в Украине национальный театр эперетты что это такое есть еще национальный театр и опытный театр который выгоняет Мадвийенко вот это есть так называют еще национальные коллективы типа веревки Вирского замечательно но Но если рассмотреть, какие ставки в этих национальных коррективах дают, что они производят, насколько продукт это соответствует качеству, что этот экспертное дает оценку этому национальному продукту, насколько это соответствует мировым запросам, контексту. Есть в Киеве, это мы говорим федеральный уровень, есть еще эта прокуратура, в которой, как все жалуются, не хватает денег. Их просто тратят очень талантно. Есть еще у нас в Киеве, в нем 20 театров муниципальных. Есть, конечно, нормальные, Левый берег, Молодой театр, сейчас не помню, кто еще, Левый, Молодой. Садово, безусловно. Печерский, Комесо, Браво. Не знаю, не знаю, что Браво. Ну, короче, есть там порядка 8 театров, о которых никто не слышит. Есть театр, которые районные среди лежат. Есть еще районные театры. И вот, опять же, вопрос, кто определяет, да, что это такое? Что это такое? Вот тратить, например, во Франции, чтобы вы знали, всего содержится государством порядка 15 театров, которые имеют свой тумб. Там, правда, содержится здание. Зданий много муниципальных. И выделяется куча фондов, которые поддерживают проект. Ну, то есть ты пишешь проект, ты его защищаешь. Если проект совпадает в социальную и культурную торговую направленность, то тогда он поддерживается. А если нет, то нет. Германия, Венгрия, она больше такая постсовбовость. Ну, это и все, опять же. Папа, слушайте, давайте будете задавать вопросы, потому что у нас полном правде. Это очень админилитно, а она очень хотела задать самого начала вопроса еще. Да, я вас хочу задуматься, особенно того, как вы сказали, что вы сейчас решили, чем будет это доступная работа, а что вы, власне, хотите результаты этого побачить, что вы сможете сказать, да, мы будем продолжать это так. Каких организационных форм это мое? Как мое это громадянское суспільство, которое я вам сказала, которое мое выучить, изъявлено мое будущее, то есть какие-то практичные речи. Это было питание от Ольги Римов. Давайте представляемся, пожалуйста. Да, смотрите, очень все просто. Мы, я, команда людей, которые могут это делать, доказали годами, что мы это делаем хорошо. Теперь, должен быть, мы не можем выполнять функцию шизофреническую и заказчика, и исполнителя. Мы всегда выполняем двойную функцию. Вот сейчас, если появится то гражданское общество, которое является заказчиком, у нас, да, в любой форме, ну вот, появляется некое, ну, не знаю, сборище ответственных бизнесменов, да, говорят, слушайте, друзья, вот мы создали попечительский совет. Я не могу себе создавать попечительский совет, безумие. Я не могу сам себе делать попечительский совет. Если это кому-то нужно, создается. Это может лоббироваться посредством журналистики, это может разными способами. Может быть, как бы, спильный хош, да, то есть собираться деньгами, собирается, ну, какая-то активная, с другой стороны ответ, да, я не говорю, друзья, вот мы собрали 23 копейки, сможете вы создавать, я говорю, 23 копейки, наверное, не очень получится, да, или они собрали, ну, например, 100 тысяч долларов. Говорят, можете сделать. Вы говорите, слушайте, мы на 100 тысяч долларов, мы вот тут поднапряжемся, мобилизуем все наши ресурсы, что-то сможем, если будет бесплатное помещение. Не будет, вообще ничего сможем, да, ну, и так далее. То есть нормальный диалог команды профессионалов, которые делают, и заказчиков, вот это понятно. А были прецеденты уже? Чего? Если бы вывозли, я бы это сейчас не говорил. Ну, а вам здесь, что истинно, и все, а вывозьте, надо брать блога, Юрия Федеральковская, вывозь, до цього же. Вы понимаете, что для того, что вы кажете, потребует миллиарды медиа и инши. Вы знаете, что даже те, кто полюбляет World Fest, в месяц веке ничего не слышать и не знают, но те, что там творится, не знают, что они, чем они могут получиться, как готовиться, чтобы информация не поширилась. Я понимаю, что там до наших медиа немало вопросов, но, может, давайте не остановимся и творить что-то постепенно, целый год, и не обеспечивайте всю массу. Послушайте, мы, ну, если так касается, за этот год мы наделали кучу, мы, да, не знаю, может быть, вы кучу не в том плане, да, я понимаю, и более, наверное, ну, по крайней мере, связанного с театром публичного человека, чем я, но очень сложно представить, украинку, крайне говоря, да. Я пытаюсь говорить, но я ж надеюсь, что, к сожалению, национальное поле, вот я со стаканчиком перед пятиметровой, я не могу производить контент информационный каждый день, не могу. С другой стороны, там, вы скажете, а где ваша информация на сайте, а где ваша информация, там, еще где-то, для того, чтобы содержать сайт, да, вы сами понимаете. Это нужно, нужно, ну, как это, стафф. Вы делаете спильный, спильный врач, вот я там сейчас, может быть, запущу до 5-ти вибро, я это, да, но это тоже, я в свое время, да, которое я там могу, мог как-то вставить, что-то, ну, еще художник, я же еще немножко шью, сделать что-то еще, да, я готов его трачить, без возможности. Но дальше что? Если, я просто, ну, я не знаю, сколько просмотров всего этого, ну, сколько это будет, сейчас, сколько я на самом деле смотрю, 20 человек, 100, 130, 300. Вы же касаете его? Ну, сейчас мы же в онлайне. Ну, я не про это говорю. Поэтому у меня была, у меня, кстати, вот идея, я медийная идея, это вот, кстати, это может быть вот то, что называется партнерство, да.